Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем с Анной беседовать, отвечая на вопросы, которые наши зрители публикуют на форуме залив.орг. И вот вопрос, это экспромт, Анна не знает вопросы. Интересные различия в менталитете условного жителя СНГ и США. Обобщенно. Например, интерес к политическим событиям американцев, как внутренним, так и внешним. Есть ли доверие к действиям государства? Нет ли типичного для жителя СНГ чувства, что если что-то делается, то чтобы в очередной раз обмануть? Отношения американцев, особенно молодых, особенно мужского пола, к армии? Особенно молодых, особенно мужского пола. Вы знаете, я наблюдала такую картину, вот мой племянник, сын сестры моего брата. Да. Племянник. Это он где живет? Во Флориде. То есть было такое время, когда ему было там 18 лет, и он очень сильно хотел пойти в армию. Армия здесь платная, поэтому это считается... То есть не ты платишь за то, что берут, а тебе платят. Конечно. Мало того, что тебе платят, еще и потом, когда через это все пройдешь, ты можешь выбрать образование, которое ты хочешь, и они тебе его полностью оплатят. Ну, там есть свои ограничения. Плюс там свои бенофиты, там туда-сюда, как бы и есть смысл многим молодым людям. Материальный. Материальный, образовательный и вообще престижный считается практически. То есть молодежь хорошо относится к службе в армии? Очень хорошо. Вот он очень хотел, пошел, все дела, и как-то он так быстро-быстро начал в этой сфере продвигаться. И очень многого добился, и прям вот так все хвалили, прям отличник службы. То есть он перешел на более срочную службу? Нет, просто его как-то так двигали-двигали, и он потом там в местные вот эти... С правительством стал завязан. И потом в один момент он сломался. В каком плане? В том, что... Я так думаю, что, наверное, слишком много информации на него навалилось, и он... Как-то вот он вырос такой вот защищенный там мамой, там еще каким-то обществом, там религиозный, там верит в это, вот в это, в наше честное правительство. И вдруг столкнулся с реальностью. И вдруг вот эта реальность его так сильно шандарахнула, что он как-то так сразу же со всем этим завязал. Он в операциях участвовал, в боевых? Да, он прошел через парочку-тройку операций. Ну то есть он видел кровь, видел смерть. Видел, как это все на самом деле, понял, как это все внутри работает, и какое-то у него отвращение к этому появилось. Не удивительно, это не как-то, конечно. То есть оно как бы престижно, красиво, интересно, пока ты все это в кино смотришь. Ну вот с точки зрения того, что по телевизору и того, что ты думаешь, сейчас обмануть хотят, или там вот если что-то происходит, думаешь, где-то сейчас кинут. Есть такое восприятие новостей, правительства, власти в целом? Ну у меня лично, у меня лично есть, потому что я вообще никому не верю. Ну у вас понятно, у вас есть ответ. Ну я-то наученная горьким опытом. Нет, а вот про Америка, вот мы что-то. А они, мне кажется, больше доверяют, как-то ответственность у них есть, что если вот они проголосуют вот так, а не иначе, то это повлияет на ход событий. То есть они считают, что они участвуют через выборы? Думаю, что да. Вот до сегодняшнего момента они думали, что... Как бы сейчас начались такие разговоры, когда второй раз Обама переизбрали, что может быть не так все и честно в этих выборах. Ну как это? Ну вот, были такие... Потому что, ну да, потому что республиканцам хотелось, чтобы был республиканец. А если это не было республиканец, значит, наверное... Значит, нечестно. Наверное, нечестно где-то, окей, хорошо. Поэтому выдвигались такие теории, что он там подтасовал, тут подтасовал. Это невозможно практически. Это же представиться не могу. Вот Михаил, как представитель местного правительства, говорит, что это невозможно. Я думаю, что просто... Я сам-то вот и не ходил там последних пару раз на выборы, но я не думаю, что они в состоянии что-то подтасовывать. То есть не благодаря вам. Механизм такой, что не подтасуешь. Это невозможно. Тем не менее, мне не очень понятна их система подсчета голосов. То есть получается, когда очень близко кандидаты идут, получается, что по количеству голосов выиграл Ромни. Потому что они собирают это по штатам, потом делят там на какой-то коэффициент участия, тра-та-та-та. Выбор выиграл Обама. Вот тебе, пожалуйста. Нет, Ромни не собрал больше голосов. Это были другие выборы, на которых победил тогда Буш. Гора победил. Это было там сколько-то лет назад. При том, что у Гора было абсолютное большинство, но у Буша было большинство по выборщикам. Но это система такая. И никто не сказал, давайте менять систему. Нет. Потому что система, есть система, она уже тут 200 лет, и никто ее не собирается менять. То есть они считают не по количеству голосов. На президентских выборах там есть некая система, которая не такая прямая, а немножко так вот с привилегиями для маленьких штатов. В общем, когда Обама выиграл во второй раз, республиканцы стали под сомнение ставить эту систему и думать, а может быть, стоит что-то поменять. А если бы выиграл там Ромни? А выиграл бы Ромни, все нормально. Система отличная. Ну, хорошо. Значит, мое наблюдение такое, что они, многие вообще не интересуются никак, а другие как бы имеют какие-то партийные взгляды, что ли. Кто-то очень республиканец. Ему что, республиканцы не сделали, все хорошо. Он никогда не скажет, что республиканцы козлы. Или там вот это он сделал плохо. Они как-то вот не критично, что ли, относятся. Защищают. Да, то же самое с либералами. Я хочу сказать, это какое-то состояние мозга. Понимаешь, когда уже, ну, то есть вообще ни принципов, ни совести, ничего не остается. У многих. Я не хочу сказать, что у всех... Ну, я бы так далеко не заходила, но тем не менее они верят. Они оправдают все. А это люди, которые оправдают все, если оно будет исходить вот там и из того угла, или этого угла. И то же самое, исходящее из чужого угла. Они скажут, что это плохо, а из своего скажут, что хорошо. В этом смысле это ненормальные люди. Они, ну, то есть как они голосуют, конечно, тоже у них есть право. И, в конце концов, мы все созданы по образу и подобию одного и того же, так сказать, сверхъестественного начала. Вот. Поэтому, как бы мы с уважением относимся, но... Это на самом деле правда. Да. Поэтому... Ну, значит, вот такие мы и есть. Вот, значит, так нам всем и надо. Так нам всем и надо. Хорошо. Давай и дальше вопрос. Праздники. В шумных компаниях, внутри семьи, в широком смысле. Или внутри семьи, в смысле жителей конкретного домобладения. Вот и Господи. Насколько типичны и приняты походы по соседям? Взял бутыляку и пошел там. Двери все открыты. Зашли, выпили. Ну, это я уже так от себя. Походы по соседям, друзьям. И насколько типичны, с другой стороны, приглашения. Как проходят подобные мероприятия? За столом? Походы по соседям? Да. Есть такое? Ну, все очень по-разному. Зависит от того, какой ты человек в первую очередь. Я, например, очень закрытый человек. Я иногда выхожу на улицу, вижу соседа и делаю вид, что я его не вижу. И так, быстрее, быстрее, бочком и в дом. Чтобы лишний раз... Потому что, если ты зарубаешься с американцем, начинается как дела, как жизнь. И он тебе всю жизнь рассказывает. И, в общем... Мне не всегда хочется... Муж соседей будет потрепаться там выходить? Да, он будет стоять там полчаса и... Да. Расскажет всю свою подноготную первому упавшемуся человеку. Да. Когда женился, когда родился и все, как-то... Ну, это ваше личное дело, как вы себя ведете. Ну, принято вот так потрепаться там. Принято взять бутылку там и ходить по соседям? Нет. Нет. Только так при случае, если... В основном это все случается... Общение на улице и как-то... Ну, случайно. Не то, что они приглашают там... Могут приглашать... Могут собраться всем кварталом там и устроить партию какую-нибудь. Могут есть и такие, да. Ну вот, опять же, есть у меня родственники, но они по мексиканской линии. Поэтому вот они как-то живут, у них там несколько домов, и они как-то так хорошо сдружились, они друг к другу ходят в гости. Да, мексиканцы намного общительнее и так, я бы сказал, как раз мексиканцы очень похожи на то, как мы жили в СССР. Очень похоже. Да, они очень хлебосольные, такие открытые, и там и выпить, и потрепаться. Любят машину в гору выгнать, включить музыку на всю катушку, там барбекю какое-нибудь жарить. Да, да, они очень шумные, они очень шумные. Ну, тоже до 11, то есть после 11 шумные только русские. Да нет, у нас и мексиканцы и бывают по партнеру. Ну, комплексы сейчас вот, да, бывают у них. Хорошо, идем дальше по вопросам. Насколько типичный американец оторван от мира? Часто ли выезжает за границу? Интересуется культура и история других государств? Вот такой вопрос. А истории и культуры США? Типичный американец. Типичный американец. История культуры США, конечно, да, это 100%. С детства у них идет эта история. Они там всех своих президентов знают. Во-первых, вам гражданство не дадут, если вы на вопросы не ответите. Нет, это мелочь, это ерунда. Ну, это не мелочи, однако. Ну, там знаний особых не нужно, чтобы ответить на вопросы. Кроме того, американец не отвечал на вопросы. Потому что он родился там. Тем не менее, они знают все это. И состав парламента, и как это все устроено. И какие президенты были, и сколько их было, и в каком порядке. То есть могут? То есть, как интересно. Ну, хорошо, а за границу им хочется? Ну, кроме Мексики-то. Ну, вот возьмем два брата, да, мой муж и его брат. Один весь мир объездил и пожил пару лет в Японии, пару лет в Ирландии, пару лет в Австралии. И второй мой муж, который дальше к Анде никуда не ездил. Вот, пожалуйста. Это зависит. По-разному. По-разному. Они вот здесь, Америка, Канада, вот они тут, природа настолько разнообразна, что им хватает. Это не то же самое, что жить в Люксембурге. И никогда не выезжать за его границей. То есть тут объездить, ездить, не объездить, как говорится. Тут и на Гавайях, тут и... Можно и за границей никуда не выезжать, столько всего посмотреть. Это правда. Как вам кажется, если бы вы, вот вы, но, видимо, это ко мне вопрос, но это вот в данном случае к вам. Вы родились в США, то вы бы сейчас были примерно таким же, такой же, или совершенно другим человеком. Я, на самом деле, очень довольна тем фактом, что я родилась не здесь. Потому что это дает мне абсолютно такое... Я бы не назвала это преимуществом, но ты начинаешь ценить. Да. У нас больше возможности оценить. Потому что они родились с этим, они не понимают, как бывает. Они не понимают вообще. Вот ребенок, например, американский, не понимает, что есть страны, где нет у каждого ребенка своей комнаты. Понимаешь? Насколько неизгладимый отпечаток на вашей личности оставила ваша первая родина? Ой, е-мое. Не бывает мучительно больно за те годы? Я бы сказал, что я уже и не помню ничего. Если вот не наш канал, например, и люди, которые там живут. У меня вот последние два года только появилось много общения с людьми, которые живут на исторической родине. Потому что так вот, когда ты здесь живешь, даже со студентами и так далее, их все равно не так много. Поэтому я не чувствую ни мучительные боли, ни вообще ничего такого за 25 лет, честно. Я, наверное, был бы другим, если бы я родился здесь. То есть наверняка был. Если бы мой папа был не советским подполковником, а американским. Мама родная. Я себе представляю. Но что делать? Значит, вот. Так что... Отпечаток родина. Родина не может не оставить отпечаток. Вы можете сказать, на мне нет отпечатка родины. Я ничего не знаю. Я вот платок там на уши намотал, глаза замотал. Значит, там, я не знаю, там еще какие-нибудь органы обмотал чем-нибудь. Но это эзотерически невероятная связь. Место, где ты родился, ты связан с ним. Ты никуда не денешься от этого. Куда бы ты ни двигался по планете, ты связан с местом, где ты родился. Даже если тебя вывезли оттуда в юном возрасте, ты связан с этим местом. Я уже не говорю о том, что если ты там вырос и воспитался, и прошел какую-то обработку мозгов, у тебя сформировались вкусы в отношении еды, в отношении женщин, в отношении, ну, в смысле, там, противоположного пола. Значит, у тебя понятие о семейных ценностях, вообще о ценностях и так далее, и так далее. Как же оно может не повлиять? Вы, может быть, не рады чему-то вот сегодня, что у вас там сформировалось. Но вы можете жить дома и тоже быть не рады. Не рады, да, что с вами это произошло, но, тем не менее, это не может пройти бесследно. Ни в хорошем плане, ни в плохом. Вот оно есть и есть. Теперь отношение американцев к деньгам. Вот давай. Может ли американец купить дорогой телефон, не позаботившись о первоочередных нуждах, таких как качественная еда, авто и прочее? Насколько характерны для американцев понты? Понты не характерны, телефон купить может. Не позаботившись. Не позаботившись. То есть, американец, грубо говоря, может набить на кредитную карту там хрен знает сколько, не думая о том, как он вообще платить собирается. Не все американцы. Не все. Не все. 75% американцев, статистически, если вы пойдете в Википедию, посмотрите там про кредит скор, там и так далее, вы увидите, вот я когда последний раз смотрел, там, может, пару лет назад, там было написано, что 75% американцев имеют исключительно высокий кредитный рейтинг. Исключительно высокий. Поэтому, в целом, люди следят за тем, чтобы не брать лишнего и аккуратно платят и так далее. Но есть какие-то откровенные разгильдия, есть какие-то люди, которые попали в обстоятельства не очень удачные, есть люди, которые где-то пожадничали или там не очень понимали, их там научили неправильно, какие-нибудь злонамеренные люди, тоже полуграмотные, они влезли в какие-то обязательства, которые не в состоянии выполнять, и они и на фарклоджер могут у них, дом могут забрать, и машину за долги, и все, что угодно может быть. Но, в целом, публика достаточно ответственна. И им это еще с возрастом приходит, потому что они своим детям, вот им 18 исполняется, и они им позволяют с финансами играться, так сказать. Самостоятельно. Самостоятельно. Вот хочешь ты свой кредитный скор запороть, пожалуйста, иди вперед, покупай, у меня так муж с сыновьями поступил. Хочешь дорогую машину, давай. Так. Иди научись на своем опыте, как ты потом платить будешь за это. Ну и чем кончилось? Чем кончилось? Запорол себе кредитный скор, но ничего, сейчас выкарабкался. Ну, то есть, чему ты научился в итоге? Конечно, а потом начинают осторожнее уже. Дело в том, что вообще отношения к кредиту здесь и в странах бывшего СССР очень отличаются. Если здесь кредит как бы инструмент, то там кредит это риск большой. И дальше вот это вот нежелание платить проценты и так далее. Я считаю, что очень выгодно платить проценты. Вот, например, деньги, которые я сегодня плачу за недвижимость, купленную 20 лет назад, это смешно, понимаете? Это абсолютно смехотворно, то, что я сейчас плачу. Я даже вспоминаю Советский Союз, и у нас был кооператив, там, жилищный, строительный. И вот мы в этом кооперативе, ну, лет 10 он у нас был. И мы купили квартиру, двухкомнатную, там, и так, и так далее. Она стоила 8 тысяч. И, ну, мы уехали квартиру, пришлось оставить, значит, а, да, ну, даже когда мы уезжали, 8 тысяч были просто смешные деньги. Я вот подержанный, там, Жигуль купил за, не помню, за 15, там, которому 7 лет было. Вот. А дальше, когда уже мы уезжали, там, мы оставили родственникам, родственники продали, я даже, вообще сравнить нельзя. То есть, даже в СССР, понимаете, даже без того, чтобы там сменялась власть. Вот. И даже если бы мы оставались при коммунистах, все равно недвижимость росла просто сказочно. Или, скажем так, деньги обесценивались в этом смысле. То есть, ну, даже не сопоставить. Поэтому у меня отношение к кредиту, как, долгосрочному особенно, как способу, в общем-то, дорогую вещь купить за недорого. Иначе ты ее никогда не купишь, если будешь на кеш брать. То, что пройдет время, она станет еще дороже, опять дороже, еще более там. Особенно, если ты молодой, когда ты на пенсию собираешься, ты боишься брать кредиты. Вот я, например, сейчас не хочу кредиты брать. То есть, у меня есть там за дом, и все, я больше не хочу. Если я куплю что-то, я пойду и куплю за наличку. Хотя это не очень разумно. Я все понимаю, но если я куплю, я куплю только за наличку, я не буду лишнего на себя брать. Потому что у меня уже возраст такой. Отношение американцев к деньгам. Дорогой телефон. Я бы еще вот что сказал. Среди молодежи, очень много людей безответственных... Банки раньше выдавали, вот до кризиса 2009 года, банки выдавали студентам вот эти кредитные карточки так, что это просто было обречено на абсолютное безумие. То есть, были студенты, которые там, у них по 70-80 тысяч было уже на этих картах, а мозгов нет, хочется это и хочется то и так далее. То есть, вот проблема молодежи, я бы сказала, больше. Да. Вот. Насколько характерны для американцев понты? Вот как с понтами? Вообще не характерны. Нет у них такого, чтобы там... Ой, как-то я за ними вообще не замечаю такого. Ни в одежде, ни в машинах, ни... Хотя, просто если попадаешь в какое-то определенное общество, то, конечно, люди будут ездить... Наверное, да. Если у тебя такое состояние, у тебя будет и дом хороший, и машина хороший. А что ездить на плохой машине, если ты уже живешь в детстве жизни такой? Ну, хорошо. Может так быть, что вот американец, он ради понтов там будет там голодать, ездит на шикарной тачке, чтобы все там удавились от зависти? Нет. Ну, это нетипично. Как-то нет. Наверное, есть, но нетипично. Нетипично вообще. Хорошо. Насколько расизм искренен из умов американцев? Не в официальных отношениях, а в бытовых. Ну, то есть, он не скажет на улице, там, эй, черномазый, что ты тут ходишь по нашей улице? А вот в бытовых подумает, а ты, твою мать, сколько в черномазах развелось? Вот в этом такой вопрос. Они очень стараются. И в школах прививать детям, и в детских садах, и родителей своим детям. Везде, везде, везде. Это все говорится, что расизм это плохо, и как-то ты останавливаешься. Если ребенок что-то произносит, такое там, типа, даже чуть-чуть немножечко шейдей, и уже ему там делаешь замечание, говоришь, так нельзя говорить. Но, тем не менее, мне кажется, это не искоренить. И люди как-то все-таки... Хотя, я не знаю, если честно. Но все равно бывает у них проскальзывает. В людях старшего поколения этого больше. Дети вообще не понимают, о чем речь. Вот я смотрю, те, кто вырастут, вот я знаю, ребят, когда мы 20, и 25, и 30 даже, но они здесь вырастут, они вообще не понимают, о чем. А если же такое услышат, их просто воротит, переворачивать. А потом настолько смешивается кровь, вот это браки, это все. Они женятся со всеми этими национальностями, у нас настолько семьи мультинациональные, что это не могло с ним стоять. Я бы сказал, что, например, вот латинос с белыми очень много, белые с азиатами много, белые с черными немного. Бывает, но это немного, это не типично. Вот гораздо больше, это будет там корейцы, например, или там китайцы. Я бы сказала, черные с мексиканцами не типично, а черные с белыми, да, типично. Ну, зависит от места, да. Хорошо, на Кубе, знаешь, вот там интересно, там белых, по-моему, там с миллион, а черных там миллионов шесть. Ну, вот, может быть, сейчас статистика меняется, но, помню, было время. Там абсолютно, вроде, как, они без разницы, ну, то есть, как бы все так перемешано, то есть. Ну, и здесь так же будет, еще лет пятьдесят, вообще не поймешь, кто откуда. Друг в России и друг в США, разные понятия? Нет. Нет? Нет. Здесь можно найти таких же друзей, и... Ну, вот, как бы, имеется в виду, не то, чтобы, вот, если у тебя есть российское понятие, а други, ты здесь себе найдешь, а в том смысле, что, когда американец говорит, что у меня там есть френд, и там, допустим, мы там у себя говорили, что у нас у меня есть друг, или, может быть, мы сейчас говорим, у нас есть друг, может быть, другое содержание, какое-то, и вкладывается. Я могу так вот сказать, что когда мы только приехали, и там ребят, которые уже десять лет тут прожили, мы с ними там, значит, а этого, отцепен, дружишь с этим, дружишь с этим, дружишь, они говорят, дружим? Ну, ну, как дружим? Ну, там, раз в месяц, там, позвонишь, местечко ставишь, там, привет, как дела там? Вот, потому что, когда мы в Москве дружили, мы там вместе куда-то, если, ходили там, по лесам, мы собирались там, выпить, закусить, мы собирали грибы, мы помогали мебель друг другу перевозить, там, грузить. А в этом, мне кажется, больше возрастное, нежели от страны зависит. Так. Как-то, пока ты делаешь друзей себе там, где-то в колледже, и да, потом они, наверное, остаются, и ты с ними ходишь и в лесы по грибы, и по ягодам. А дальше, если ты место на жительство, например, поменял, даже если это в России, уже не будет у тебя каких-то там... Вот тех друзей. Тех друзей. И новых сделать очень трудно, чем старше, тем сложнее. Но это, опять же, мне кажется, от страны никак не зависит. Это чисто... Ну, то есть, ничего страшного. Как-то... А потом от этого оно уже и не надо. Но все-таки, понимаешь, как я скажу, вот в наше время друг, это был человек, который приходит на помощь. Ну да, мебель потаскать. Да. Здесь получается, что тебе неудобно кого-то беспокоить, если вопрос там, того, чтобы кого-то позвать, заплатить 50 долларов, или даже 150, вместо этого тащишь человека, который вроде друг, и это как-то даже неудобно. Ни камильфо. Понимаешь? Получается, на дружбу остается на что? Ну, не помощь, а что? Ну, вот раз в месяц собраться бы болтать. А что еще надо? То есть, такое духовное такое общение. Выпить пивка там. Можно вместе куда-нибудь съездить. Можно вот... Кемпинг популярен очень в Америке. Друзья собирается. Друзья собирается. Большой толпищи, например, поехать на Круз куда-нибудь. Допустим, сразу человек 10-15, группа. Да не скучно. И никто тебе там... Женой едешь, она может тебе надоедить. Ну, это пока... В моих мечтах только собрать такую компанию, с которой было бы шикарно. Да, кстати, там Круз для тестеров. Это целый пароход, все тестеры. Надо организовать. Да. Ну, что же, мы, мне кажется, вопрос этот весь прошли. И можем спокойно перейти к другому вопросу, если есть, или... Или... Да, прекратить, так сказать, этот процесс и ждать следующих вопросов. Друзья, задавайте больше вопросов. У нас есть форум залив.org, да, вот, точка орг, и там есть место, где мы задаем вопросы. Я ссылочку дам, например, в описании к видео, если кто не знает. Счастливо! см Thank you! я, Damon, помню! ASS что, счастлив. at, все! Продолжение следует...